Сегодня мы с вами, Безрад Ашем, начнем трактат Баба Миция Рифа. Постепенно, Безрад Ашем, надеюсь, Бенедр когда-нибудь закончит всего Рифа. И мы с вами делали сначала более простые трактаты, почти весь Седр Моэт, кроме, кажется, Моэт Катан. А теперь остаются более сложные трактаты. И после Китубот я решил попробовать Бабу Миция. Бабы Каба мы уже с вами делали, Бабы Миция и Бабы Матра мы еще не делали. И Бабы Миция, вообще три Бабы, это часть одного общего трактата. В каких-то источниках используется выражение Низиким как общее название всего трактата, которое делится на три входа, три вида ворот. Первый, средний и последний. И, конечно, все это базируется в основном на стихах в главе Мишпатим. И первая часть, Баба Кама, это, можно сказать, во-первых, криминальный закон, всевозможное воровство и подобное, а также закон ущерба мамаши. То есть это самые серьезные взаимоотношения между людьми, когда один приносит другому ущерб, или его животное приносит ущерб. А вот Баба Миция тут меньше связана с ущербом, больше связана с взаимоотношениями, как работодателя, или человека, который нашел чью-то пропажу, или человек, который занимает что-то у другого, или дает ему в долг, и запрет процента заодно, упоминает один из праким, занимается этим. А уже Баба Батра, это еще более мягкие взаимоотношения, просто обычные соседские взаимоотношения, как, например, дележка имущества, наследники, как писать штар. То есть получается, что идут три Бабы от законов более строгих, связанных уже с кем-то, кто нарушает, сам или через животное приносит ущерб, до самых мягких просто взаимоотношений между людьми. Но все это, конечно, именно связано с бизнесом, все это законы, то, что попало в хошен-мешпад, секцию шухонаруха. Итак, каждый из трех Бабы от имеет ровно десять праким, десять глав. Первая Мишна. Шна ему Хазим Беталит. Многие начинают свое знакомство с Талмудом, между прочим, с этой Мишной, с этого трактата. По тем или иным причинам ашкинанских евреев, так вот, последние, в самом случае, поколения, стало принято изучать. Многие со второго, кстати, первого трактата Баб Митцыя начинают. В самом случае, Баб Митцыя – это первый трактат, который часто дети начинают изучать. Лет, так, в двенадцать, может быть, или немножко позже. Да, вообще, по Мишне, как мы знаем, да, с пяти до десяти занимаются Микро, а потом еще пять лет Мишна, а потом только Гемура. В наше время в ешивах обычно Гемура с Гемура знакомятся раньше, чем в пятнадцать лет. И, кажется, многие начинают именно с Баб Митцыя. И я, когда стал только соблюдающим, вот это была первая Мишна, которую, ну, может быть, кроме перкевод, да, которую мы изучали, в основном случае, как Талмуд. Шна и Мухазимби Талит. Значит, она начинается с ситуации, да, как всегда, Мишна говорит, в настоящем времени просто мацев, да, какую-то ситуацию, чтобы объяснить закон. Например, значит, приходят два человека, и они держатся за Талит. Каждый говорит, я ее нашел, эту вещь, это мой Талит. Ну, Талит здесь, это просто кусок материала какой-то, может быть, одежда, да, не обязательно, что это Талит Шель Митцва, как мы сегодня называем, да, просто Талит какой-то, какую-то вещь. Шна и Мухазимби Талит. Зеомер Анима Цатиа. Зеомер Анима Цатиа. Каждый говорит, что я нашел эту вещь первым. Зеомер Кула Шели. Каждый говорит, что моя эта вещь, да, вся она моя. Зеомер Кула Шели. Так вот, в такой ситуации рассудили наши мудрецы, что пусть они каждый поклянутся, что хотя бы половина их, и разделят пополам. Зе и жба шейн лоба пахот михеце. Везе и жба шейн лоба пахот михеце. Пусть каждый клянется, что хотя бы половина его. Мы не заставляем их клятся, что, как они сказали, что целое его. Потому что какого-то смысла, он все равно целое не дадут. Так, да, зачем делать клятву большую, если все равно он не получает то, даже за что клянется. Так хотя бы и шанс, что они вместе подобрали, одновременно нашли. Не будет тогда клятва ложной. Вот. Поэтому пусть поклянется хотя бы, что половина его. То есть он нашел не позже второго хотя бы. Зе и жба шейн лоба пахот михеце. Везе и жба шейн лоба пахот михеце. Вехло куй. Они делят пополам. Разумеется, не все вещи можно разделить пополам. Если разрежешь какую-то дорогую, да, да, костюм какой-нибудь, то окажется, что он потерял очень сильно в стоимости, или какой-то кувшин, да, разобьешь. Поэтому в таких ситуациях, соответственно, делят деньгами. Например, можно продать вещи, разделить пополам деньги. В любом случае, каждому принадлежит половина этой вещи. Зе и жба шейн лоба пахот михеце. Что делать, если один претендует на половину, а другой претендует на целую? То есть один говорит, что мы одновременно нашли эту вещь, а другой говорит, что нет, я первым нашел. Ха и жба шейн лоба пахот михеце. Ха и жба шейн лоба пахот михеце. Тогда закон такой, что про половину они, получается, не спорят. Оба согласны, что половина принадлежит второму. А вот про первую половину у них диспут. Один говорит, что это моя половина, а другой говорит, что нет, мне эта половина принадлежит. Значит, вот эту половину они делят пополам теперь. То есть раз диспут только про нее, то делят пополам эту половину. Получается, что кто-то говорит, что половина моя получает четверть, кто-то говорит, что все мое получает три четверти. И каждый, соответственно, клянется, что у него не меньше, чем эта часть А здесь, кстати, сложнее представить ситуацию, чтобы оба поклялись не ложно Потому что при какой ситуации, интересно, особенно если они подобрали просто вещь Либо они подобрали ее одновременно, либо они ее подобрали один раньше другого Но так, чтобы одному принадлежало три четверти, а другому четверть, трудно представить Но в целом случае, вот так вот рассудили наши мудрецы все равно Что каждый клянется за то, что получит Один за четверть, другой за три четверти Почему учат два выражения? Сначала я нашел, я нашел Потом уже каждый из них говорит, мое все Литнихада, почему это не сказать как одно? Почему Мишна разделяет? Как будто она говорит о двух разных случаях Что действительно такое Это верно, что Мишна говорит про два разных случаях Нередко бавилонский талон делает каким-то Мишны По тем или иным причинам Даже если Пшат Мишны может быть другой Как некоторые комментаторы уже здесь заметили Есть такая традиция от имени Гра Что не всегда Мишна, ее простой смысл совпадает с Драшей и Вавилонского талмуда Что Вавилонский талмуд Мишну как бы используют как стихи Торы, как бы на уровне Драшей Во всяком случае, они понимают, что в Мишне подсказаны две разные ситуации Одна, когда спор идет о Мация, о том, что они нашли Другая, о Меках и Мемкар О купле-продаже То есть Здесь уже речь идет не о деньгах А о вещи, что каждый хочет купить эту вещь И говорит, что я первым отдал деньги И мне продавец ее продал Говорит это Гемора Так спросите Узнайте у продавца, у кого из них он получил деньги Да, тот и сплатил деньги Тот тому и принадлежит эта вещь Может он с тобой взял деньги Одного взял под добровольно В смысле, продавец взял добровольно А второй ему всучил просто Сейчас же не проверить Кто ему всучил деньги, а кто заплатил и получил эту вещь на самом деле Поэтому оба теперь утверждают, что они купили эту вещь В такой ситуации, раз оба заплатили То они и деньги делят пополам, и вещь делят пополам Раз они оба теперь получают половину Но они и деньги заплатили оба Значит, каждый получает половину денег И половину талита этого Если человек признался, это подобно ста свидетелям То есть, это лучше всего Это все если была тайна, и тот признался Но если первый ничего не требовал А этот просто признался То он может потом сказать что-то, что признание как бы аннулирует Как говорится Например, если человек признается, что он другому должен Но потом говорит, что он уже заплатил Или еще что-нибудь подобное Подробности Апеша Асашу, Апеша Итир, может как раз мой пример плохой Но, в согласии, подробности этого мы как раз в Китубот встречали Вообще, Китубот и бабницы идут рука об руку Очень много похожих законов Насчет деления мы тоже видели похожее в Китубот Если вы помните, там было три женщины, у которых Китубы разные И это в чем-то похоже на деление здесь Наиболее верим мы третьему лицу Если третьему дали на хранение Согласились, что третий будет их как бы судьей Ему доверяют больше всего Если они все по-разному говорят, то верим Шалишу При условии, что этот Шалиш, он все еще держит эту вещь То есть, если они спорят, кто дал на хранение Или как, при каких условиях То Шалишу верим этому третьему лицу Пока эта вещь в его руках Иначе мы ему не верим Также продавец Мы ему верим, когда он говорит Я тому-то продал, тому-то я не продавал эту вещь Это все когда Опять же, пока вещь еще в его руках Если он уже отдал эту вещь Уже продал Тогда мы ему больше не верим На этом мы спрашиваем Почему не спросить, от кого он взял деньги Опять же, как и в нашей Мишне Ответ такой же Что оба ему заплатили Один заплатил Добровольно Продавцу А другому Продавцу против его воли Отсюда мы видим Отсюда мы видим, что и в нашей Мишне То, что мы говорим Что если бы он знал У кого он взял Насильно деньги Кто ему сучил А у кого он взял деньги Добровольно То это только когда У него еще есть эта вещь Но когда уже вещи нету Больше в его руках Мы ему не верим Но ведь, казалось бы, здесь Мишне не выглядит так В нашей Геморе В Аммиции Что здесь говорится, что он не знает Но если бы он знал Мы бы ему поверили Хотя вещи уже вроде в их руках Миклальдэ иб Йодам Миха Хумидаатэ Умиху Балькархэй Неман Вяфаргав Дэйнамеках Йодсэмитах Тьедон Наш Тимишна Говорит, когда они пришли И держат Говорит, что шнайм ухазим Дега шнайм ухазим Битали в Китане Умиста брала Ответ Рифа такой Это куша самого Рифа Нигиморы Значит, Риф спрашивает Кушаю, когда мы верим продавцу Когда не верим Если вещь не у него в руках И он говорит Ответ такой Что то, что Мишне, говорится Вдвое держатся за Толита Это только про случай Когда они нашли А в Аммиция Битали в Китане А в Аммиках Умемкара Случай, когда Капуплепродажа произошла Это как раз случай Когда вещь сама не в их руках А в руках продавца Поэтому говорится Что он не знает Кто из них Случил ему деньги против воли Если бы он знал Вы бы ему поверили Тогда мы ему все равно не верим Только если будет еще один свидетель с ним Как в любых свидетельствах Дальше Что между ними висит Вот это делят пополам Бешавы Мехави рабяаву У бешвуа Да И рабяаву При этом показал Видимо не могут Разговаривать Сказал Показал знак Что еще нужно сказать Что они делят Остальное с клятвой Тогда О каком случае идет речь Наши мишни Когда они делят Поровно Ровно Что они держат На самом деле Наши мишни Я имею в виду Что они держат Не за сам материал А за Видимо Те вот ниточки Которые снаружи Висят Бахрама Что ли Амаравше Шетхилхах Хай Судра Кивон де тапис Бей шалош Аль шалош Кивон де тапис Доми Значит Получается Если человек схватил Какой-то шарф Три на три Хотя бы То уже Он схватил Как бы весь шарф Викитане Виканилэ Этим можно быть коина Не обязательно Что его весь Так сказать Собрать в руки Достаточно захватить Три на три А почему тогда Как можно это Сравнить с тем Что Равхизда Говорит про случай гета Когда мужчина Дает гет Своей жене То есть Он все еще Держит за веревочку Этот гет И мог бы Этой веревочкой Назад привести Себе гет То есть Вытащить из ее рук И притянуть К себе Этот гет назад То она не разведена Он еще ее не отпустил Так что акт Герушин Когда дается гет Нужно чтобы именно В ее руки попала Деловая бумага Да И Сефер кретут Чтобы у нее был полностью А не он придерживает И может назад вернуть Если уже не может вернуть назад Тогда она Мегурешит И отвечает Там кретут Там Так как Тора Гет Сефер кретут Нужно чтобы она Отрезала Как бы Эта бумага Да гет То что мы называем Гет Должна отрезать Ее Ее связь Велика А здесь достаточно Чтобы человек удали И он Да Если держит за 3 на 3 Уже этого достаточно Если говорит Это позолоченный талит То тоже делят Но Гается что Казалось бы Очевидно И отвечает Что не очевидно Может быть Это золотая часть Ближе к одному из них Минэйгу Он не подумает Что он скажет Давай делить этот талит Пополам Так чтобы Прошло посередине По ширине То есть Вся часть Которая золотая Будет в моих руках А вторая часть Будет твоя Чтобы он получил Всю золотую часть Которая ближе к середине Но на его стороне Как бы Но тот может сказать Почему-то решил Так делить Давай делить по-другому Разрезать по-другому И тогда золотая часть Будет пополам Тоже Ну как мы уже сказали Это все когда они держат За Видимо Бахрамуна Если держат За За часть Талита Тогда то что они держат Это в их руках И это их Теперь Раби Зейра Спрашивает такой вопрос Теперь вот эти двое стоят Каждый держит Талит И один из них схватил Прямо перед нашими глазами Выхватил полностью Магу Тогда какой закон О каком случае идет речь Если тот согласен То есть молчит Значит он согласился Раз он промолчал То он согласился Если он орет Ты забрал мой талит Что ему оставалось делать Мы видим Что это с силой забрал Допустим случай Когда он сначала молчал Потом заорал Скажем ли мы Что раз он сейчас кричит То видно Что изначал Когда он молчал Он не имел ввиду Что он признал Что это не его А просто он видел Он думал Что раз Равины видели Как кто-то у меня забрал Значит ясно Что они за меня заступятся Так сказать Маг Если двое держатся Но если только один держится Тогда пусть второй доказывается И поэтому первому отдаем талит О каком случае идет речь Если действительно Как то что здесь сказано Тогда и так это понятно Пшита С какой стати второй получит талит Если он даже не держится за него Или лавки гонды такфа хад бифанэн И как случай как раз как наш Что сначала они пришли вдвоем А потом один выхватил у второго И отвечаем ло Нет, говорит, случай, которому здесь речь может быть такой Что мы им сказали делиться Они пришли вдвоем держать талит Мы сказали проделитесь теперь Как сказано было в Мишне И теперь они приходят назад в суд И вот только один держит этот талит Так вот Хай амар Он говорит, что Оди и одили Тот согласен со мной Что он, видимо, когда вышли сюда Он согласился, что талит все-таки мой Поэтому я его держу Ви хай амар Бедами агар тиней лэй А второй говорит Нет, я ему только сдал этот талит За деньги Использовать пока Мы тогда ему говорим Что же ты сдал ему Ты ему стал доверять Что ты ему сдал этот талит за деньги До сих пор ты говорил, что он вор Пытается забрать твой талит А теперь ты вдруг ему сдаешь Бело сагаде Ви всяких свидетелей Если бы ты действительно ему сдал Вторую половину талита Ты бы взял свидетеля Ты же ему не доверяешь Значит, в такой ситуации Мы говорим, что Тот, кто держит талит Он остается при талите А ты говорит второму Приведи Свидетель, что действительно Ты ему сдал половину талита Еще можно так ответить Что речь идет о таком случае Сначала пришли Один только держал талит А второй как бы За ним что ли бежал Держался как бы То есть немножко За кончик пытался ухватиться Видимо Немножко держался этот талит Только в такой ситуации Мы могли подумать Что у того, кто держится Немножко, тоже есть какие-то права Что на самом деле не считается То, что он держится Не как следует Даже когда Сумкус говорит Что в случае, когда мы не уверены Насчет того, кому принадлежат Какие-то деньги Или какая-то вещь То мы говорим Делим без всякой клятвы В данной ситуации Срухи Да, просто он Немножко, так сказать Пытается ухватиться Это ничего не значит Убай Получается наш вопрос Который мы задали Все-таки Если у человека Прямо при суде Схватил один Выхватил талит А второй не сразу Стал кричать То мы так и не ответили Что в такой ситуации делать И на этом Закончим наш урок Дошли до начала Верхней стороны Страницы Таким нам ответ Продолжение следует...